Ну что же, друзья, вы не ждали, а мы к вам вернулись, с вами вновь старский и автодистракшн, и третья решающая карта, на этот раз абсолютно точно, команды ВИЧ Гейминг Потеншнл и ЕХОМ ИКС готовы к сражению, надеюсь, готовы и вы. Дарья, ты готова? Я готова практически, единственное, что мне осталось, это найти эту игру и заняться ее просмотром. Это ты всегда успеешь, здесь начался драфт, здесь, к слову, Битрайдер, на этот раз для ЕХОМ ИКС, ВИЧ Гейминг Потеншнл не получил себе такого классного инициатора, и в бане Лайфстиллер, то есть ЕХОМ ИКС решили одного героя, который создавал трудности, забрать, а одного героя забанить. Решение уравнений на уровне пятого класса, но, возможно, это работает. Да, я бы не исключала, что это работает, я смогла проникнуть в игру. Действительно чувствовалось, что ВИЧ Гейминг действовали по задумке, по плану, то есть этот Лайфстиллер с Битрайдером доставляли определенные проблемы. И избавиться от Лайфстиллер, разобрав Битрайдера, это действительно, скажем так, ход конем от ЕХОМ ИКС. Но есть еще такая неудача, как ВИЧ Гейминг Потеншнл взяли и забанили товарища БХ, и Баунти Хантер здесь не появится, Охотника за головами не будет на этой карте. Очень жаль, потому что DDR отыгрывал прекрасно, я бы и третью карту понаблюдала за тем, как он путешествует на Охотнике за золотом, но тем не менее. Он в бане, также в бан отправляется Сайленсер, которого мы также наблюдали у ЕХОМа в первой карте. А сами же ВИЧ Гейминг Потеншнл забрали Рубика и Никс Ассасина. Вот так вот дабл пиком очень быстро, как будто бы тоже задумочка, и Джаггерна вторым пиком у ЕХОМ ИКС. Я вижу Никса и вижу в бане Баунти Хантера и Слордара, и тот и другой имеет детекшн по Никсу. Поэтому да, это явно задумочка, это какой-то заготовленный маневр. Сложно говорить, конечно, о заготовках тогда, когда команды играют меньше суток на патче, но все же. Я уверен, что какие-то логики уже в голове выстроили от того, как нужно кататься. Да, логика есть точно. Во-первых, это и Рубик с Нуфилдом, с Макрисистом, и Никс Ассасин — это один из противнейших героев против Бэтрайдера. Как будто Вичи Гейминг, знаешь, они такие просекли, а у нас Бэтрайдера могут забрать, если у врага будет ФП. Но всегда есть Никс Ассасин, который мешает ему жить. Это действительно достойный контрпик, и Вичи Гейминг, в принципе, показывает, что с контрпиками они знакомы напрямую. Они типа, а, слушай, нет, это в прошлый раз у нас с ЕХОМ пытались из контрпиков строить драфт. Да, но не вышло что-то. Вичи Гейминг тоже шарят, тоже пытаются. К слову, о Никс Ассасине. У него в талантах на 10 уровне есть 5% к сопротивлению магии, а на 20 уровне еще плюс 15% к сопротивлению магии. Ты же понимаешь, что он антимагичен полностью. Особенно против Бэтрайдера заходит хорошо. Да, он антимагичен полностью. А если поверх этого маг резиста еще и пайп на команду кто-нибудь собирает, а если поверх этого резиста идет аура от Рубика, дающая сопротивление к магии, да, на 900, это еще 22%. Очень жестко. То есть Никс Ассасина, это что-то БКБ? Примерно так. Кстати, у Никс Ассасина там великолепный байт на 20 уровне. Ты должен выбрать либо 15% к сопротивлению магии, либо 120 золота в минуту. Представляешь? 120 голды в минуту. Просто ты лежишь, и на тебя сыпятся денежки. Можешь от фонтана не отходить. Это действительно слишком сложный выбор. А сложно. А ведь там Изэрил кажется прям вот рядом, если ты получаешь 120 голды в минуту. Просто кажется, что Изэрил бежит уже к тебе в лапки, если ты вдруг его не можешь нафармить. Но интересный будет выбор, и интересно посмотреть, как же распорядятся своими талантами игроки, но пока не распоряжаются своими возможностями забанить героев. В бане отправляется Шторм, в бане Кунка. Глобал Сайлеса не будет, потому что нет и Сайлесера на карте, в бане Сларк. И Сларк, кстати, один из тех героев, который бы наводил наверняка Шорох. В рядах команды Ихом Иксы Вивера забирает Вичи Гейминг Потеншнелл. А смотрели ли они The Boston Major? А знают ли они, что можно делать этим самым Вивером с врагом? Я думаю, да. Я думаю, они знают. И Вивер крайне мобильный персонаж, который актуален как на саппорте четвертой позиции, так и на фарме. Единственное, что мне не нравится. Я всегда против сочетания двух инвизоров в одной команде. Но я думаю, что Вичи Гейминг исходит из того, что нужен какой-то кэри с гарантированным эскейпом, который может катить противника. Вот, допустим, от таких персонажей Ихом Иксы пытаются избавиться. Вот они забанили Сларка, да, который сбрасывает с себя лассо за счет Дарк Пакта, который в Шадоу Дэнс скрывается, Джиггернаут может в салат куда-то, в молоко, спустить темный слэш, убрали также Шторма, который в теории тоже может обзавестись линкенсферой. Мобильных отключали, действительно мобильных. Да. И Вичи Гейминг забирает себе в конечном итоге Вивера, принимает такое решение. Вивер по умолчанию может собрать себе линку и будет более-менее безопасен от врывов Бэтрайда. Вивера, между прочим, бафнули более чем приятно. Во-первых, у него увеличилась ловкость за левел. Было 2.5, ловкость за левел стала 2.8, то есть на 0.03 ловкости больше. За каждые 3 левела ты, по сути, одну дополнительную ловкость получаешь. Также, если взять его таланты, то есть возможность взять на 10 уровне либо 6 к силе, что неинтересно, либо 30 к урону от Шукучи, что уже вкуснее, поскольку ты за драку можешь Шукучи дать несколько раз, пробегаешь ты вряд ли в одного героя, ты минимум двоих-троих, а то и пятерых можешь задеть, то есть нанести больше, там где-то на соточку дэмэджа. Ну и дальше есть баф на 25 к дэмэджу, есть баф на 15 ловкости на 20 левеле, соответственно, и на 25 есть 200, плюс 200 к скорости передвижения в Шукучи или плюс 20% к сопротивлению магии. Вот такие интересные люди. Плюс 200, плюс 200. Да, плюс 200 к скорости передвижения в Шукучи, да. В Шукучах. Да. Это что, это какой-то ёжик Соник, это скорость света, возможно? Ну это попытки обгонять бладсикера под хостой и бафами от 5 полумёртвых игроков, видимо. Ты представляешь, какой он будет шустрый, это действительно круто. Если ты выходишь в дэмэдж с Шукучи, если ты действительно берёшь на эту ставку, делаешь, мне кажется, это неплохо. С такой скоростью ты несколько раз можешь по кругу, не знаю, пару кругов по драке навернуть, то есть по кулдауну с Шукучи ты можешь быть действительно неприятным пацаном. Ну, как-то так. Ну и есть ещё один, ещё одна возможность на второй стадии пиков забрать себе героя. Я не вижу пока милера и для командовичей гейминг потеншнел, и не совсем понятно, будет ли ещё один саппорт, какую роль возьмёт вивер. Мы можем представить, что это вивер, который пойдёт в аганим и будет саппортом, но нет, это варлок. Ух, как потяжёлый пошли. Да, пошли потяжёлый, вспомнили про варлока, забрали его себе. И вот, кстати, у Вичи гейминга, если бы с пиком зашёл ДК, это было бы просто идеально. Но, как видишь, в Яхоум берут ДК сами. Более того, они изъяли Огрмага из прошлого пика, когда Вичи постоянно на этом Огрмаге играл. Теперь он, скорее всего, будет играть, да, либо на Варлоке, либо на Рубике. Но пока что, пока что у Яхоум Икс мне пик нравится намного больше. Это Иогармаг с Владластом на Джаггернауте, на ДК. А Джаггернаут ставит Хиливард, и ДК бьёт здание вместе с ним. Всё это на бумаге, на листочке выглядит потрясающе. Чем есть по дефу, у Вичи гейминг потеншал? Есть сварм, и есть големы с фаталбонцами. Есть болт. В теории, мне кажется, это не будет пробивать даже частично команды Хоум Икс. И завершает свой пик, ребята, за Радиент Энчантрас. Мне, в принципе, всё нравилось, кроме Энчантрас. Сейчас Энчантрас такая, лично для меня, ложка дёгтя. Но посмотрим, с учётом больших лисов, может быть, Энчантрас где-то и найдёт себе деньги, найдёт себе опыт и артефакты быстрые. Расскажу по Энчантрасу и по её талантам чуть позже. Хотел упомянуть, что, во-первых, фаталбонды увеличились в монокосте со 120 до 140. Это важно. Ну и также был исправлен эффект, когда фаталбонды продолжали наносить дэмэдж после того, как эффект был развеян. Тоже такой баг встречался, было неприятно. Вот, ричи гейминг забирают себе тинкера, в конце концов, потому что надо как-то справляться с пушем. Соответственно, если Хоум Икс удастся тинкера как можно больше вначале напрягать, а учитывая пространство, которое, ну вообще, в целом лес смотрится пошире, побольше, и, быть может, Энчантрас будет постоянно тинкера где-то в спине атаковать и время от времени подключаться к Бэтрайдеру на тяжёлый. Если удастся напрягать тинкера, я думаю, и Хоум Икс закончат эту игру довольно быстро, у них всё сложится хорошо. Но, с другой стороны, если тинкер выформит, если на линии всё будет в порядке у Вивера, у Рубика и Варлока, то мы будем наблюдать довольно затяжную игру, в которой Вивер будет вынужден перефармить ДК и Джаггернаута вместе взятых. Ты права, и здесь тинкеру поможет серьёзно его таланты. Во-первых, он может брать либо 8 к интеллекту, либо 5 к броне на 10 уровне. На 15-м у него есть 200 здоровья или 4% к силе заклинаний. А мы понимаем, как-то важно, ведь Эзерлендс даёт всего лишь, ну как всего лишь, целых 5 даёт. И дальше на 20-м уровне есть вариант либо 75 к дальности применения заклинаний, либо 15% к сопротивлению магии. И на 25-м левеле есть вариант между 20% к вампиризму от заклинаний или плюс 100 к урону от лазер. А мы помним, что делает 100... Да-да-да, что делает этот лазер, если есть аганим. Очень больно. Да и если ты постоянно реармишься, уходишь из тимфайта, прилетаешь в тимфайты... Если вообще дело доходит до 25-го левела, то у тинкера, как правило, нет огромных проблем с монопулом. И естественно, с монопулом... К чему я вообще сказала про монопул-то? 20% к вампиризму способностями. Ну и к тому, что он не будет находиться в драке таким образом, да, расположен, чтобы проседать, да, конечно. Чтобы его нужно будет кастовать и хилиться при этом, он может в момент просто скрыться и улететь на базу. А может быть это новая мета? А 100 урона от лазера с аганимом, это, конечно... Он и так дамажит просто как-то, ну, ненормальное, это ненормальное количество дэмэджа под аганимом, который отражается этот лазер, так еще и плюс 100 урона. Ну, да, как-то жестко. На бумаге жестко. Как в игре увидим. По сути, его апнули. По сути, да. Давай про Драгонайт расскажу, коль у нас пауза стоит. Коррозив Брэс, способности Элдер Драгон Форм теперь действуют на цели, попавшие под действие Сплэша. И Драгон Тейл теперь быстрый снаряд во время Драгон Форм. То есть надо посмотреть, как это сейчас будет выглядеть в игре. Что касается его способностей, его талантов. Плюс 6 силы или 20 к скорости атаки на первом уровне талантов. Второй левел талантов, увеличение получаемого опыта на 25% или 40 урона. 20 уровень, 120 золота в минуту или плюс 300 здоровья. 25 уровень, двукратное увеличение брони и регенерации здоровья, в особенности Драгон Плад. Или 50% скорости передвижения. Да кому нужно это передвижение, когда ты получаешь двойной регены броня. Ну, с Драгон Блада это важно. То есть у тебя будет регенерации здоровья не 12, а 24, и броня будет тоже не 12, а 24. Но мне кажется, это очень жестко. Это очень жестко. На 20 левеле 120 золота в минуту, 300 к здоровью. Но я думаю, опять же золото. Да, я тоже думаю, что 120 золота дадут больше те возможности быстрее получить 300 здоровья за счет артефактов. Как-то логичнее было бы. Ну, а касательно 15 левела, где я делал плюс 40 урона и 25 получаемому опыту. Поскольку мы рассматриваем такого персонажа как Драгон Найт, то, конечно же, опыт. Потому что ему как можно быстрее нужен 16. Да, и без Драгон Олдера формы третьего уровня будет сложновато. Давай пробежимся, посмотрим, кто на ком катает. Я начну с победителей предыдущей второй карты. Это ребята из Witch Gaming Potential. Но у них какие-то проблемы, что-то они все решили отключиться от игры. У нас, похоже, будет... Ремейт. Он пошел. Джаст закупился просто. И говорит, guys, сейчас будет easy win. Но мне кажется, и Джаст начал о чем-то догадываться. Кажется, все разошли. Что происходит? Разворачивается, идет на базу. Видимо, у нас будет... Да, да. Рок. Небольшой рестартик игры. Это не страшно. Тем не менее, у нас есть возможность пока разобрать скиллы. Игра будет перезапущена с дилейом в две минуты. Так что я даже не буду пока из этой выходить. Я пока понаблюдаю. А вот ты, на самом деле, скажи, как новая игра появится. Я тебе буду за это благодарен. Я пока поразбираю, кстати, героев. Ладно. Коли выдалась такая возможность. То есть... Мы видим в пике еще и Enchantress. Вот про Enchu я до этих пор ничего не говорил. А Enchantress меня интересует. Ее никак не видоизменяли. Но Enchantress добавили на первом уровне талантов. Либо 15 к скорости передвижения. Либо 5 ко всем атрибутам. На втором уровне талантов есть 8 секунд ко времени действия. Nature's Attendance. Или плюс 40 урона. На третьем уровне 12 сопротивления магии. Или минус 25 секунд ко времени возрождения. Ну и на 25 левеле 10 плюс 10 духов способности Nature's Attendance. Или плюс 25 интеллекта. Ну такой там на Enchantress не самый простой выбор. Ну не самый простой выбор. Но и не самые интересные на самом деле таланты. То есть... Хотелось чего-нибудь повкуснее, да? Да. Который мы изучали. Там было много неожиданного и любопытного. А здесь, ну естественно... Я просто не могу вспомнить, что ты сказал. Там было плюс 40 урона между длительностью хила. Насколько я поняла. Да, плюс 8 секунд и хилу или 40 урона. Конечно же урон. Вот. А в дальнейшем, опять же, на последнем левеле снова что-то про хил. И... Да, плюс 10 духов. То есть будет больше птичек. И захиливать они будут круто. Или 25 интеллект. Но тут тоже скорее интеллект, да? Чтобы способности сильнее домогали. Ну в общем, как-то логично. Либо нужно связывать, либо нужно связать постепенно вот эти таланты между собой. И вообще упороться в хил. И тогда, да. Тогда нчат раскручает хил и просто стоит рядом со своей командой. Ну а тоже может быть, кстати, интересная стратегия. Особенно если... Есть такие вот жирные ребят, как ДК или Огр, которые как раз таки быстро не умирают. То есть они под армором стоят, и есть возможность их действительно вкусно прохиливать. Ну а посмотрим. Кстати, новую модель Enigma. Ты понаблюдала, мне кажется, в брутальность ударил сайсфрод. Там тоже такой накачанный товарищ. Я тебе так скажу. Я планировала, может, где-то уже месяца два назад, как следует привести себя в форму. Знаешь, там в зал походить. Так, чтобы выглядеть на все 100. И получилось следующим образом. Enigma накачалась, поднакачалась раньше. Намного раньше и быстрее. Бывает. Как это у меня так получилось? Ну, знаешь, Enigma-то сколько лет к этому шла? Три или четыре года Enigma пытались упросить Ась Рога перерисовать? Это эталон. Эталон труда и работы над собой. Вот к чему приводит упорный труд. И, естественно, физически. Рубик. Куда-то ты от меня пропала, Дарья. Резко. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Надеюсь, что ты не уронил микрофон. А может быть, не знаю, у нас с тобой дискорд залагал. Я на всякий случай перезайду. Чего и тебе советую сделать. Мало ли что. Уж слишком странным было твое исчезновение. Но вроде как я уже вернулся. А теперь... Вот, и я тебя слышу. Великолепнете. Ну, что-то произошло. Этот дискорд нас подразнил. Немного. Действительно у него бывает такая проблема, что просто кто-то из конференции отваливается, и его перестает быть слышно. А насчет просмотра игры, которую мы начали смотреть, но она внезапно закончилась, и пошел рестарт лобби. Вот, я вижу. Я нашла. Да, я тоже в игре, 12 секунд до старта. Ну-ка, что-то их умы не могут додрафтить своего последнего пятого героя. Забыли. А кого мы брали, гайз? Что там? А может быть, такие потихли грусти? Да, там был, разумеется, Угармака. А может быть, надо было не брать Энчатрос как раз-таки сказать, а может быть, Энчатрос не надо? Может быть, ну ее, к чему она нам нужна? Ну, посмотрим. Уже в любом случае не изменить ничего. Нужно добрать Угармака. Меня очень смущает, что его не выбирают. Что же там происходит? Такое. Вау! Ты первый раз это увидел? Да я прям... Не знаю даже, как это описать. Я прям окунулся в новый мир. А тут, кстати, уже игра-то вовсю идет. И тут Вичи Гейминг Потеншал в смоках выходили и вышли на эту самую Энчатрос от ЛТ. ЛТ очень больно. На первом левеле у него был вкачан Энчант. Так что сложности есть, и он не выживает. Его забирает Джей. Вот он, виверочек, виверок. Встречает. Просто встречает и наказывает. Кстати, Джей я тоже называла Пи, Джей, хотя букву Пи относится все-таки к наименованию команды. И, по-моему, у меня все с этой командой проблемы. Нет, нет. Я присудила мидеру команды и хом, букву Х, а здесь я присудила виверу букву Пи. И знаешь, я думаю, что я подаю хорошую идею, ребята. Потому что Х-Джаст это лучше, чем просто Джаст. Как и Пи Джей лучше, чем просто Джей. Ну, вообще-то да, звучит неплохо. У меня есть небольшие микролаги, по крайней мере, вот когда бы Трайдер махал. Да, у меня тоже проседало. Как-то вот что-то было странное. Но дай гейб, чтобы все было хорошо. Забирают богатство, причем, смотри, три руны богатства забирают. Ихом это был отжим рун. И лишь Пурте на своем Джиггернауте смог, точнее, лишь Пейн на своем Варлоке смог взять руну. Так, тут какие-то подключения. Проседают, опять же, сингапурские сервера. Не радуют нас стабильными... Точнее, радуют стабильными лагами, скорее, вот так вот. Все было великолепно на второй карте. Что же случилось на третьей? Давай, живи, пожалуйста, Дота. Ты же все-таки уже почти Дота 3. Уже нужно, уже нужно как-то эти континенты совместить, чтобы не было таких серьезных проблем. Ну, смотри, что по лейнингам происходит. На топе находится SRF, который играет на Nix Assassin. То даже подключается сейчас Пурте. Они будут стоять, видимо, в 1x1. Или, возможно, DDR потом переместится в топ. Но пока что, пока что он находится на миде. Понятное дело, что главным таргетом на данный момент для Ихом является Тинкер. Вот этот в миде. И его здесь стараются по максимуму напрягать. С другой стороны, у него есть такая надежная охрана в качестве АО, которая отыгрывает на Рубене. Есть проблема в виде Торнадо. Вот АО Торнадо прогнать не может. А Торнадо, посмотри, что делает с лицом бедного Тинкера. У меня ощущение, что Тинкер не видит Торнадо. Он проседает по ХП прям так жестко. 5 секунд еще кончается Торнадо. И потом можно фласочку заюзать. Все, Торнадо кончилось. Кстати, по идее же Торнадо будет сбивать фласку. Конечно. Но все в порядке. Он отхилился и может возвращаться в бой. На топе по-прежнему стоит Джаггернаут. Вместе с Никс и Сассиным. Пока что 10 на 3 у Никса. И туда прибежавшему Джаггернауту всего лишь 2 крипа. Но под тавером он сейчас доберет что-то из крип-вейба. Из этой плачечки. На боте Вичи. Я смотрю на модельку. А, посмотри на него. Вот он в золотом плаще. И этот золотой плач выглядит как чуя. Тебе не кажется, что Рубик рыба? Рубик рыба? Ну, ты решил в эту компанию Слардара, видимо и Сларка, заехать в этом странном плаще. Ну, мода сейчас такая. Но на самом деле это вроде как не чушуя, а перья. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Нет, пусть будет лучше чешуя. Я хочу думать, что Рубик рыба, а не Рубик петушок. Но это же как-то странно. Нет, все-таки, если ты рассмотришь ближе, то это перья. Огорчает, что ли? Ну, пока мы рассматриваем флащ Рубика, на боте что-то происходит. На боте сатир души крат. Немножко души подворовал у Джея. Джея подключается 1-1-1. Ему здесь помогает Пейнст, это не против Бэтрайдера. И энчантер, с которой сюда бежит. А кто-то еще здесь есть, присутствует из команды. На следующем слайде поймем. Да-да, на следующем слайде мы увидим. Помимо того, что здесь присутствовал сатирный учитель, здесь же появилась и штормовая гарпия, у которой есть чейн-лайт. И надо помнить о том, что... Чейн, просто чейн. Да, что есть, что добавили реген маны. Обрати внимание на штормовую гарпию, у нее потихонечку возвращается мана. Капает, тикает, это очень круто. Это серьезно поднимает эффективность этих вот юнитов лесных. А ты представляешь, если чьяна ее приручит, оставит на линии, будет контролить, и она будет постоянно его за 50 маны, чинами с кулдауну в 4 секунды напрягать противника, это очень неприятно. Это невероятно больно, я с тобой абсолютно согласен. Надо посмотреть, будут ли на нее еще эффекты, какие-нибудь, знаешь, аквилки, работать или нет. Так, а на ком мы еще не посмотрели таланты? Мы на Рубэне их подробно не обсуждали, по крайней мере я. Десятый левел, опять же, 60 золота в минуту. Это повторяются некоторые строчки у саппортов конкретно на золото. Десятый левел плюс 50 к урону с руки у Рубэна. Далее, 150 к здоровью на 15 и 15 к интеллекту. В принципе, ничего интересного, но я бы упарилась в здоровье. Соглашусь. Далее, 20 левел 75 к дальности способностей. Хорошо. И 8% к урону от способностей также. А здесь я бы смотрел вариативно. То есть, если есть что воровать, что больно дамажит, я бы брал 8 урона. Ну, знаешь, какие-нибудь, не знаю, леоны, если у которых ты фингер периодически берешь, то как бы, why not? С другой стороны, в дальней способности всегда легко бурстануть линзой, а вот дэмэдж 8% это очень много, просто невероятно много. Да, конечно. Я бы то, ну, чаще всего Рубики собирают линзу и практикуют они вот эту самую линзу, и можно, соответственно, проигнорировать 75 к дальности способностей за счет нее и взять 8% к урону. На 25 левеле. Вот тут важно, 20% в перезарядке способностей. Я правильно понимаю, что какие-нибудь украденные големы у Варлока могут приехать быстрее, чем големы Варлока вновь? Я, честно говоря, не знаю, потому что очень многие нововведения, которые сокращают время перезарядки способностей, часто не относятся к ультимативным. Но, может быть, в данном случае это и на ультимейте распространяется. А плюс 400 дальность приземления телекинезис, ну, не знаю. Ну, такая игра Like Disruptor, знаешь, как будто ты глинцуешь, только ты телекинезисом из соседней галактики товарища поднимаешь. Кстати, проблемы могут быть серьезные у X-Bingo, но что тут как-то Payne с Jayme не договорились и не получилось. Ну, мне кажется, что все-таки на 25-м минус 20% от перезарядки способностей лучше. Ты будешь болтом отпушивать бесконечно. Это здорово. У Варлока ты что-нибудь читал, что-нибудь изучал? Ой, ты посмотри, тут очень много стаков на самом деле. Походу, все это Enchantress натворило, и надо с этим как-то будет справиться. Возможно, при поддержке своевременной тингера. Кстати, сейчас Just в миде разминают. Не хватает пока что урона, чтобы убить, но скоро откатится болт, подходит DDR, бафнул Just, Just улетает. Хорошо, подсейвили. Потому что он был на грани, вот буквально на грани смерти, и 2 секунды был там. Да, супер стаки есть, несмотря на вот эти вот долгие достаточно тайминги появления. Получилось здесь на стакать очень вкусно для X-Bingo, он выносит кучу денег. Подстревает на самом деле Enchantress сейчас. На ней весят сварм, висит сварм, висит жук. С жуком она справляется и уходит. Пока что Enchantress 4-го левела. Она помогла только что, ну, собственно, оформить около 800 голды Бэтрайдеру на этих самых стаках, которые он забрал. К сожалению, ни Вивер, ни Варлок помешать тут ничем и никак не смогли. На топе них с Ассасин тем временем левел 6, Проманшилд, Арканыстик и тп. Я думаю, скоро он активируется и пойдет куда-нибудь. Просто это нужно выбрать очень правильный момент. Такая ситуация сложилась, что он стоит джиггернаутом 1х1 и очень давно промахивается МПЛом. Если бы он стоял не один на один, ему было бы проще скрыться как-то из виду. А так, если он уйдет сейчас, то информация сразу же пойдет. Слушай, у меня к тебе просьба будет, Даш, попробуй переподключиться к игре, потому что совсем как-то 2 кадра в секунду стал показывать Дота. Он погибает на топе тем временем по РТ, выходит на джиггернаут, это перетянувшийся Джей, уже на топе готов делать фраги. Ну и Никс Ассасин, у которого есть 7 левел, становится невероятно хорошим инициатором для своей команды. Есть вендетта, есть возможность выходить, есть возможность разбивать кабинеты, чем активно и пользуется этот самый Жук. А ДХМ в это время фармит леса. Здесь не то, чтобы прям много стаков. Нет, здесь дабл стак в одном месте, в другом просто пачка крипов. Но и это ДХМа полностью устраивает. У него не самое лучшее положение дел на карте. У него третий Нетворс, но сейчас старается за счет этого самого леса разогнаться. Тем временем внизу пришел СРФ, опять копает, и Пейн здесь правда погибнет под вышечкой. Нечем спасать команде... Командисты имеют потенциал своего тиммейта, будут запушивать вышку. Хилинг Варт от ПРТ стоит, есть Глиняный Голем, который при случае готов принять на себя агрессию. Ну и Джаз также прилетел на своем зеленом драконе и разваливает тир-1 вышку. Да, можно идти дальше. В конце концов, пик команды ЕХОМ-Х под это все заточен. Есть формы, есть Варт с тир-1 пушем. Правда, причина команды ЕХОМ просто уходит и бросает Джаз и Спюрте в одиночку справляться с тир-2 вышкой. Попадает МПЛ, я думал, что все-таки не зацепит. Широкий МПЛ. А у тебя слаги закончились, все в порядке? Ну, периодически подлагивает, но прямо сейчас конкретно все хорошо. Когда залагает, я тебе скажу, и мы сравним, были ли эти лаги у тебя. Проверим. Ну, честно говоря, девять минут позади, и Тинкер чувствует себя хорошо, что в дальнейшем станет основной проблемой команды ЕХОМ. Вот сейчас у меня пошли опять спайки. Да, у нас все с тобой единовременно. Спасибо, спасибо большое, Вальв. Тем не менее, никто не говорил, что будет легко. Никто не говорил, что этот первый день нового патча должен хоть кому-то облегчить жизнь. Да и мы, в принципе, я думаю, уже привыкли, что китайская Дота, она часто нас так вот подкалывает этими жуткими своими лагодромами. СРФ, кстати, находит Пуэрте на качи, но Пуэрте стоит, вот с его хилингвардом, котик машет лапкой, хилит джиггернаут, и вскрываться, наверное, никсу в него нет смысла. Если никто не поможет, то тут помогать все бы некому. Ну что, посмотрим. Я все еще наблюдать за тем, как разгоняется Дексен на Тинкере. Вроде бы у него все очень хорошо на самом-то деле, да, 62 на 5 по Крепстату, и если мы оценим общую ценность, то он на втором месте после ДК. Вопрос, откуда ДК взял столько золота, и как он их получил? Все это за счет вышек, за счет вышки на боте, и сколько он... Нет, блин, его прогнать сложно, то есть в отличие от Тинкера ему не приходилось уходить куда-либо. Мы видим, у него в 3 взят Драгонблад. Парень простой, он даже в Тангусике, обрати внимание, убрал подальше. Какой выход! Хороший слассой, и Тинкер еще и станчик получает. Горит здесь, Дейкс Эммон погибнет. Джаста принять меч. Скину ЛТ вышел в ДДР, продолжает здесь драку под просветкой. Сейчас Никса Сасси, у него 16 секунд до Карапаса. Так, сбрасывает Гальема, Гальема на двоих. Сейчас пробить команду и Хоум, пока она держится в одном строю. И он просто потратил Гальема. С другой стороны, помогает отпушивать. С другой стороны, Пьерти очень сильно проседает. На следующем слайде мы понаблюдаем, как он умирает, скорее всего. Ставит Хеллингвард, но поздно с него сбрасывают Жуков. Он там под минус армором был. Поэтому погиб. Делает байбэк в игру Огрмак, но хоть хорошо, что не Джаггер. Летит сюда. Летит сюда не один. Вместе с ним ТП заюзывает, как я понимаю, Бэтрайдер. Сюда летит. Или прилетел уже? Нет, Бэтрайдер никуда не уходил. Наверное. Ну, что-то мне слайды вообще не хотят переключать. Сейчас, по идее, все погибнут сразу же в одну секунду. Там Джагг, кстати, без лица. Джагг просела. Джагг, совзрывают. Триплкилл АДЖ. Ставится пауза в игре. Ну, неужели и там тоже залагало? Хаока. Обрати внимание, обрати внимание, чей ТП юзают. Эдфиновский ТП. Посмотри на этих пацанов. А-а-а, фанаты греков. Я знаю, за кого они притапливают. Но греки, греки красавчики. Это не зря. Это значит дань уважения. Обрати внимание, Джаггернаут также сделал байбэк. Байбэк после того, как здесь раскидали всю его команду. То есть ценность от этого байбэка, скорее всего, ноль. Просто у меня на экране куча дэмэджа, куча денег. Раскасты. Честно говоря, я не думала, что будут оправданы эти големы, видимо. И их ум не ожидали также, что смогут быстро контратаку провести резьбята из ВИЧи. Но они смогли. Смогли. Более того, они выманили пару байбэков. И мне кажется, сейчас, если взглянуть на графики, да, там просто они резко падают вниз. И ВИЧи начинают набирать преимущество. Это почти полторы тысячи экспы и две тысячи по голде. Хотя, хотя, до этого ввели все-таки в какой-то момент их ум. Драгонайт на 10 левеле не берет в очередной раз талант. За небольшую, за скромную плату я готов сидеть и напоминать каждой команде о том, чтобы добавили таланты, что их нужно качать. На 11 левеле нет таланта у Тинкера. Посмотрим, есть ли талант у Вивера для полноты картины. И вот Вивер тоже не в курсе о том, что есть таланты. Ну, господа, ну 2016 год, но читать нужно пачноут. Такие ценные вещи и отсутствуют. Кстати, Варлок сейчас, возможно, тоже будет отсутствовать какое-то время, поскольку в Лосой выловил Бетруха. И... наказание. Наказание для Варлока. Не будет его... Мне кажется, это наказание для наших глаз. Сангапурские сервера и доты. Прямые такие ряды марши и машинок идут на меня. Выходит, Никс хорошо закрапасировал, но при этом не подумал о том, как уходить отсюда будет. Проблема серьезная с РФ от 357 хп, за ним идут, и скорее всего ПРТ, если прожмет свои стики, может Омнислэш ему дать в лицо. Стики прожал, Омнислэш не прожал, но и так тоже работает. Главное, что в таверне СРФ. Да, здесь мы взглянем на Fight Recap, то действительно удалось ребятам из ЕХО оформить один фраг, плюс ко всему забрать тавр. Я попробую перезапуститься, все же мне слишком больно. Я думаю, что зрителям, которые видят то же самое, что вижу я, больно, абсолютно идентично. Дота, Дота, ну как же это нас радовало. Тут красная заставка меня реально пугает, я все время, когда вижу красную заставку, я думаю, что возможно это последнее, что я увижу сегодня. Да, мне тоже эта красная заставка смущает. Ну, я включился, и знаешь, слайды здесь не переключают вновь. Бежит, в Смаках команда Вичи Гейминг Потеншнл. Да, вышли в топ, но Пертья уже оттуда удалился на бот. Это своевременная перетяжка, она могла стоить ему, точнее, ее отсутствие могло стоить ему жизни, но, знаешь, не подводит его с какое-то там пятое, шестое, седьмое чувство, а тем ли отличается Экс Бинго, нет, Экс Бинго идет в лапки с РФу, виндите этот парень, и что? А, он делает просто блин, который не ожидали ВГП, и в итоге Смак разреверился, делать там, по сути, уже нечего, ну и... Так, даст и прорезал с Шаттерсом, походу, слишком поздно, и она моментально свернулась, потому что все ребята из ВИЧа, за исключением, пожалуй, что Тинкероса были прямо здесь, за спиной Никса Сасина, оформили фраг, отошли, прилетает Тинкер, что вообще есть у Дексэма в инвентаре, помимо Сауринга и Трэвелов, пока ничего, но 1600 голды сверху, то есть Даггер не за горами. Что у Вивера? Вивер планирует собрать себе Никенсферу, пока что он при Драгонлендсе, мы помним, что последние драки для Джей заканчивались три пунктем, и у него на данный момент топовый нутворс 7300 нутворса на 15 минуте у Вивера, это здорово. Здесь же все на одном и том же месте делаются фраги, сначала это Бланчатер, теперь здесь приседает ДК и погибает тоже. Более того, он погиб при будущей форме, так, сбрасывает големов, отлично, протянает Пьерти, у него нет маны на Фюре, застрял Бэтрайдер, Бэтрайдера забирают здесь же, ну и можно, собственно, вцепиться в Тир-1 Тавр, а возможно, в Тир-2 Тавр, потому что действительно есть големы, во-первых, а во-вторых, отсутствует еще 50 секунд форма у Драгонайта. Это провал сейчас, очень жестко ошиблись в позиционке ребята из команды Ехом, у меня единственный вопрос, что ж там на хайграунде-то интересного, что вы туда гибнуть идете один за одним, без вижена. А там очень интересные апсы стоят в свою очередь от Дайр. Да, они видят абсолютно все происходящее. Ну, мне кажется, смерть Вичантрас была показательной, хотя, с другой стороны, они, наверное, подумали, что это просто Никс Ассасин, который ждал, который ганкал, но нет, ребята из Вичи очень кропотливо поработали над виженом, и они видят все, что располагается у вот этих вот нейтральных кемпов сверху, рядом с Тир-2 вышками, у Радиент. Ну, сейчас они после смерти Дэкан все-таки догадались что-то не так. Может быть, вижен, да, что пора бы от него избавиться. Минутка правильных выводов. Но Вичи Гейминг идут ботом пушить. Смотри, есть ли у них шансы? Мне кажется, что да, я смотрю на товарища виверка, он взял 30 урона от Сукучи. Сукучи качаются, но он прекрасно понимает, что, зачем и как. Все еще не берет таланты товарищ Диксэм на своем тинкере, он выше этого также, без талантов Никс. Но я не понимаю, если один в команде догадался прокачать таланты, может быть, стоит рассказать и остальным? Джага взял 20 урона. Не всегда. Не всегда актуальны таланты. Более того, таланты древа талантов у тинкера по своей броне 8 к интеллекту нет. Здесь это не актуально, потому что намного лучше прокачать себе, если, правда, все идет хорошо, второй реарм. Но его часто заставляют единицу. Есть возможность у тинкера на 11 взять какой-либо из талантов. Но видишь, в данной ситуации Адрексан поинчим, насколько я понимаю. В смысле, но это же левел? Или? Нет, как я понял, что сейчас надо посчитать, включить математику и посчитать, но, насколько я понимаю, таланты отдельно... Нет, нет, нет. Это вместо плюсов. То есть, ты получаешь левел, ты вкачиваешь либо талант, либо способность. Так что, надо этим уже хорошенько подумать. На некоторых персонажах, особенно первые таланты, в преддверии 11 левела могут быть... Ну, да, может быть не самый правильный выбор. Но вот Батрайдер взял 4 брони. Он понимает, что он залетает, он понимает, что там есть вивер, который эту броню режет, да и, в принципе, наваливает. В общем, больно. Ну, понятное дело, потому что флеймбрейк раскачивать не имеет особого смысла. Напалмы даже зачастую бывает достаточно в двоечку. Единственное, что вот лассо, у него сокращается кулдаун на лассо, увеличивается длительность, и на 11 было бы неплохо его взять. То есть, он должен быть, райдер просто просчитался в данном моменте, нужно было думать заранее о том, что ты хочешь на 10, например, пожертвовать напалмом или же бутылкой коктейлем, мол, то... Наверняка там было примерно, как у нас с тобой в диалоге, так тратятся же скиллпойты, да нет, не тратятся, я тебе говорю, бери! Я тебя с эталанты вкачаю, 11 левелл потрачу на лассо, все четко. Но так не работает. Энчантер, кстати, с хенд оф мидас и с пятерочки ко всем атрибутам покупает себе Point Booster, выходит, судя по всему, ЛТ в Аганим, судя по этому слайду, и до Аганима еще целых 3000 рублей. Копить и копить. Но, с другой стороны, мидас уже есть, значит, фарм налаживается. Вивер, я так понимаю, летит линка, да, действительно, на третьем слайде у Джояна примутилась, сюда же прилетает Никсасасин, раскинули смоки, ну и почему бы действительно не пойти и не загангать кого-либо, потому что абсолютно перефармленный вивер, у которого, помимо Линкенсферы, 14 тэш-левел, есть големы, правда, левел 9 пока что у Варлока, и кажется, он собирает себе мидас, судя по рецепту, нам все равно, все равно можем делать какой-то пиков и пытаться запушить. На боте толкают линию Тинкер, его пока не пытаются забрать, даже попытаться, выходят в спину кому? Джасту, Джаст один вот так вот смело пушит, у него есть возможность сейчас сделают тэп-аут, но мне кажется, что пытаются сбить, да, этот пробежал СРФ, сбивают ТП Джасту, естественно, сделают на нем фраг, потому что ТПшка уже в кулдауне, никуда он ретироваться не сможет, но хотя бы даггер он себе купил. Стоила ли того вышка? Ну, пожалуй, что да, это золото для всех, а он достался одного тикера. С учетом оставания команды, да, я соглашусь с тобой, если бы было как-то иначе, было бы, наверное, печально, но нет. 10 тысяч Детворс у Вивера, на самом деле, сейчас Детворс отображается, по-моему, они стали крупнее визуально, и мне кажется, если герой будет иметь 30 тысяч Детворса, это просто на полэкрана полоска растянется. Если в соотношении с другими героями будет мало, у кого-то будет слишком мало Детворса, или ты думаешь, это максимальная полоска? Мне кажется, нет. Да не факт. Хотя, ну не знаю, мы, я думаю, лишь на практике это узнаем, лишь на практике сможем попробовать. 10 левел Варлок. А что он себе взял? Вот здесь левопытно, а он хочет быть талантливым, плюс 15 к получаемому опыту. Ну, это логично, да, почему бы и нет, более того, ну, есть, есть реально какие-то сплы, которые не то чтобы бесполезны, но ими можно пренебречь у многих героев, в том числе и Варлок. Тут таланты как-то нельзя актуальны. Брэфайру, Рубика на топе передвигают, сейчас на топе находятся ребята из Вичи Гейминг, и можно, в принципе, сместиться на Рошану, потому что, anyway, Ихом заперты у себя на хайграунде. Ну, кстати, вариант с Рошаном хороший, единственное, что Варлоку хотелось бы, наверное, получить левел, для этого нужно на линию выйти, я не думаю, что он самый хороший помощник на Рошане, если, конечно, на Рошане не будет тимфайта, но вот сейчас уже отпустили команду Ихом, они отходят от своих вышек, начинают и лесом заниматься, и другие объекты уфавливать. Ихом помогает Варлоку апнуть левел, также провязали скан, походу, не хоум, зачем-то, и для чего-то. Очень бедненький Джиггернаут на фоне кор-героев Вичи, но надо действовать, надо действовать активнее, Вичи, пока у них есть преимущества, пока ни ДК, ни Джиггернаут не имеют каких-то ключевых артов, и либо идти забирать Рошу, либо идти и нападать в очередной раз. Единственная проблема команды Вичи Гейминг это то, что нет инициации как таковой резкой и активной инициации. Никс Астасин может стоять где-то под виженом, и даже если он сниссирует первым, к нему команда будет идти долго. А в то же время Бэтрайдер может подвести врага, которого зацепил прямо команде. Ну, благо форштаб у него есть, а на тему вижена есть гем у Батрухи, поэтому вообще счастливые дни жизни они кса сочтены, теперь где бы он не пошел, он будет находить друзей. Эншит и снова получают маг урон, верно? Да, абсолютно. У них Magic Resist есть, но урон они получают от магии. Тинкер! Тинкер! Ура! Именно так! 2500 голды у Тинкера на данный момент имеется в кошельке, но я не знаю, слушай, Тинкер хорош в этом патче, получается, снова. Его же активно использовали как раз из-за того, что он мог фармить Яншита. Стакать, фармить, стакать, фармить, очень быстро вывозить артефакты, теперь у него снова это будет получаться. Посмотри, как далеко идет Жиггернаут в поиске фарма, в поиске, возможно, врагов, потому что Дидиер находится здесь же, в итоге получает Карапаси, раскручивается, пытается убежать, ну а Дидиер никуда не убежит и в очередный раз нафидит кого-то из команды Вичи, кого именно? Интересно, МПЛ, Пейну достается фраг. Смог он, смог он действительно подобрать этот фражек, он очень удачно лежал, прям, для варлока вкусненько на полу, ДДР решил ошибиться и не добирать, 16 левел получает, кстати, виверочек и, знаешь, все идет великолепно у команды Вичи Gaming Potential, смотри на этого ДХМ, он просто миллионы, миллионы зарабатывает и до 16 левела совсем чуть-чуть остается Тинкер, который, к слову, взял именно дэмэджеспособности, как бы это не казалось странным, но это так, то, о чем мы и говорили, Тинкер выходит пока что с талантами мы по большей части угадываем, это здорово. В свою очередь, Никс Ассасин на первой ветве ничего себе не взял по талантам, соответственно, в свою возможность он пускает плюс 5 к урону от способностей, 175 к здоровью он проигнорировал, хотя, как по мне, он тоже может пренебрегать тем же Моноберном или Карапасами и добирать себе по талантам плюс 5 к урону от способностей. То есть, если Карапасы, хотя, зависит от того, когда их использовать, очень медленно с Виндеттой вскрывался на Энчатрас СРФ, но в итоге он смог это сделать, туда же Shadow World и ЛТ начинает проседать, при этом отхиливается, вот, СРФ его находит, подблочивает, ну, естественно, это фраг, причем, чернофраг именно для Тинкера. Сколько, в целом, фрагов Тинкер на этой карте успел собрать? 3-1-6, он идет и 9-0, Джей. Джей вообще чертовски хорош на этой карте, он действительно делает очень много и я тебе могу сказать одно, у нас изменения-то были по получению ультимейтов, теперь ультимейты получаются на 6-ом, 12-ом, 18-ом уровне, теперь не все так стандартно. На 12-ом? На 12-ом истина так, а можно я сначала сам себе не поверил, но проверил это вроде как в почтноуте об этом уже говорится, ну и 17-ый левел Драгонайт, который не берет себе лдер Драгонформ, также намекает на том, что инфа верная, на 18-ом он лишь сможет взять этот ультимативный. Прикольное решение, возможно, это еще больше заставляет брать ветку талантов именно на опыт, если у тебя зависимый от ультимейта герой. Но это жаль, это жаль, что 11-ый левел отстрачивается до 12-ого данном паще, скажем так. Ничего, это мы, как говорится, переживем. Кстати, Вичи вцепили с Рошана, наконец-то, забирать его, и пока что все, что происходит на этой карте, может также оценить графики, ведет к победе Вичи, причем довольно уверенно, и завяжется ли драка, да, драка завязалась по итогу, мы увидим слайд-шоу, здесь сбрасываются големы по троим, очень сильно процедает джиггернаут, и погибает, потому что на 33 хп, так понимаю, он уже в таверне, да, также в таверну отправился Жук, пытается отступить Ехом, растэпэшивается бэтрайдер, который не успевает улететь на базу, естественно, LT скачет, тоже, ему удалось спастись, как и джаста, ну, это проблема, это проблема сейчас для команды Ехом, они теряют ключевых персонажей, они теряют возможность, мне кажется, зацепиться за эту игру, и DXM просто держит на дистанции джаста, идет вперед, залетают жуки, залетают, ух, как неприятно, кстати, сейчас будет джейл, очень неприятно, ты посмотри-ка, насколько LT неприятно отправляется в таверном, с этим отлично справляется DXM, возвращается на базу, выкладывает артефакты, реармится, хилиется, ботом, сейчас будет возвращаться, пока его команда не отступила, она продолжает пушить с големом, голем закончился, а он продал всю команду за счет свармона Брисфайера, в итоге выфор ставливается, урон разделили на себе и джей, и пейн, пейн еле живой, пытается уйти и уходит в конце концов, без, он не слэшен этот раз пюрти, никого он с ультимативной не убил, и теперь, по сути, все, все, у Джаста нету формы, он ничего не может в пюрти, отсутствует том не слэш, и сейчас это легкий заход на ХГ, мне кажется, для команды ВИЧа, с другой стороны, просел Вивер, потеряет здесь Оегис, СРФ, нележивое ему удается пока что скрыться, а Джаста форма через 20 секунд, и нужно попытаться добрать бараки, будут ли этим заниматься ВИЧа, мы узнаем через пару слотов, через пару слайдов? Нет, уходят они, кстати, я не совсем понял, почему, ведь, в принципе, в силах они, мне кажется, были гонять этих пацанов, и хорошие минусы давать, Джей, после того, как разменял Оегу, все такой же, боеспособный, да, надо быть чуть аккуратнее, но у тебя все же есть линкаут, у тебя есть ультимативная, все же уже 18 уровень имеется у Джея, но им пока все, все работает. у команды ВГП, я имею ввиду, а вот у Юхомов проблемы серьезные, кстати, ВГП выигрывает уже 13 тысяч по деньгам, по экспириенсу, преимущество чуть меньше, в районе 6 тысяч, но это временно, и, кстати, приобретает все больше и больше артефактов ДХМ, помимо Аганим Септера, у него уже есть в наличии и догон, ну и, в общем, не знаю, это устрашающий фарм, еще больше меня устрашает фарм Джея, который 16 тысяч, то есть это, представь себе, как это может происходить, когда Тинкер пылесосит все линии, выфармливает свои Иллиса, выфармливает и вражеский лес при помощи маршей, и при этом Вивер умудряется держаться рядышком по Нетворцу, а в какой-то момент даже опережал. Все это за счет фрагов, пожалуй, 10 на 0 у Вивера, представь себе, если его удастся каким-то чудом зафокусить, сколько денег от него придет. Кстати, интересно еще и то, что у Тинкера доп-дэмэдж, доп-магический дэмэдж, уже 15,3%. Ты видела хоть раз такие цифры? Я уже тут не припоминаю такие халявные бафы за счет интеллекта и за счет талантов и эзерлензы 15%. Это получается, что Лазер наносит чистого дэмэджа вместо 320 370. Это очень жестко, это действительно очень жестко, мне кажется, Тинкерапнули, Тинкера мы будем наблюдать в каждом втором паблике страны, но есть с чем контрить этого персонажа. Ну, соответственно, помнишь, это целенаправленный барм, на бан штурмспирита от ВИЧа. Да, я думаю, теперь понимаю, к чему этот бан был действительно. Так, Хосеров решается зайти на вражеской ХГ, Dragonforma врывается в Рубика, Рубика прикрывает Пэйн, очень хорошо, у Пэйн, кстати, еще есть Мека, сбрасываются големы и хокки, ну, это очень больно, это Open Wounds по-троим, туда же голема, туда же по-троиму, лазер, выживает J на лоу хп. На четверых, потому что Just'a тоже приговорили, ибо, ибо лазер бьет сквозь БКБ. Ну что ж, минус 4 на ровном месте буквально себе явно переоценили в данном моменте и Хоум подступил. Это TeamVibe от команды ВИЧ, и они большие молодцы. Они на хайграунде догнали и забрали просто эту инчу, что не так с командой и Хоум? Ну, я думаю, что все не так с командой и Хоум. Зарабатывают тут 3000 монет, ребята из Vichy Gaming Potential, но они заберут еще как минимум сторону, а скорее всего команда и Хоум очень скоро закончится. Попытки сопротивляться не выглядят внятными, очень сложно, очень больно. Да, в итоге все, что они планировали, не смогло себя реализовать. Ребята пересвапали линии, да и как-то Enchanters не смогла повлиять на фарм на Вивера, не смогли даже того же Варлока понапрячь, ты помнишь, как Лейны свои расставили. Рубик вообще стоял по сути даблмит с Тинкером, на топе находился Никса Сассин и на боте Вивер с Варлоком. Соответственно, Нича вначале не гангала, не делала ничего, где она находилась недолго, Тинкера напрягать не получилось, никакой реализации по сути своего драфта от Яхоум не состоялось. Они один раз пришли на девятой минуте и на боте вышку забрали в пятером, и это был единственный порыв как-то реализовать пик в целом. Все, в дальнейшем они уже не смогли никакого внятного сопротивления Вичи оказать. Вичи засноуболились, скровенно говоря, и графики нам говорят о том, что все плохо у Яхоум, и игра нам говорит о том, что все плохо у ребят, играющих за свет, но и я вот смотрю на Варлока, который, кстати, с Мидасом, который взял себе 15% получаемого опыта, то есть он еще и от Мидаса, по идее же, опыт себе должен увеличивать получаемый. Тут сноубольно действительно выглядит этот Варлок, ну и впереди его ждут таланты на минус 30 секунд, я думаю, кремии Возрождения. А как тебе талант 25-го уровня иммунитет к магии у големов? Забавненький такой, интересный талант. Ну-ка, подожди, это 25-го ловли, да? Да. Иммунитет к магии у големов, плюс 15 брони у големов. Но очевидно на самом деле, что все-таки броня, потому что редко какие-то сплы залетают в голема. Ну, если нет, квопы какой-нибудь против, разумеется. Хотя квопа там выносит быстрые аганимы, и ты уже с чистым демиджем вынужден бороться. Ну, в общем, 15 броней големов под аганим, под какой-то аганим-рефрешер, это очень страшно, теперь их убить вообще нельзя, подходить к этим големам будет печальнее. Кстати, на боте сломали колодец. Знаешь, как колодцы можно ломать? Да, строишь все тир-два вышки, после чего можешь ломать колодцы. Тоже хорошее нововведение. Сломал колодец на боте, вещи про него не забыли. Правда, вот на топе, по-моему, все еще стоит святыня. Так, тут святыня, там святилище, или я святилище вообще неправильно прочитала? Откуда я взяла слово святилище? Подождите. Нет, везде святыня, везде святыня. Мне нравится, как капсул написано слово богатство крупными буквами специально для тех, кто плохо видит. И когда я выбираю руну, богатство прям забавно это смотрится. Сняли с entry war, PG, Scadi, Crystalis, Desolator, Linkin Sphere. Как же ты играешь в Джей? Что за сумасшедший фарм ты здесь нам показываешь? 15 слов на 20-м левеле, это к слову о том, что ему в принципе я говорил бурстили о локусе. Очень быстро похихикал DXM, запускает, продолжает запускать марши под своей командой, дабы пушить было приятнее, дабы отзонить противника. Дидер закидывает игнайт, соответственно, он собьет линку виверу, если он не уйдет Шикуче. Ну и пока что я не представляю себе, даже в теории, как и хоум могут подраться хорошо. Но здесь должен быть какой-то фриз для команды Vichy Gaming Potential Only и должны они в этом фризе секунды 3-4 провести на хорошую инициацию. Джаз прожимает свою форму, есть БКБ, начинает выгрызаться в оставшегося в зоне видимости товарища СРФ. СРФ, кстати, продали, гем из него дропнули. Как-то не ожидал он увидеть Сентри Вард или он подумал, что если есть рядом Сентри, то все равно он не видим. Странно, достаточно. Ну, в конце концов нет, и более того, если он хочет нажать Карапаса, вот Джаста всегда в ответ найдется БКБ и все равно заставит себя постоять Драгон Тейли в ближайшие 3, практически с половиной секунды. Ну и таким образом, убив Никс Ассасина, Жукс Ассасина, как говорит Каспар, можно вынудили отступить Vichy. Дагон 5 у Тинкера это овербольно для команды собственно Ехома и теперь это значит дополнительный рюкзак на Тинкере смотрится вдвойне круто. Сам просто убирает туда Аганим, позволяет себе там отхилиться, за своими делами позаниматься, Аганим вернется, когда и Тинкер сам вернется на базу. Он, кстати, взял еще 75 к дальности атаки способности и я сейчас найду Тинкера, покажу рейндж его обилок, но тут на соседнюю галактику работают. Схватили Тинкера, поймали и приговорили к 75 секунд но в таверне, тем временем на топе отвалился Джиггернаут, отвалился и миличный барак, выкупается Джаггер, Пиджи раскидывает, сдулся Огар, здесь же встревает Just, Holy Shit, Джей, Големы, сюда же пришлись, выкупается Тинкер, планирует, видимо, закончить игру, да, ДХМ прилетел, раскинул лазер, сейчас будут догоны и минус сенчантрес, у кого есть байбеки, давайте посмотрим, раз все равно мы наблюдаем за слайдами, байбека у Дайр, если мы рассматриваем Дайр, нету энчантрес, нету Джаггернаута, нету у Огра, также 41 золото до байбека у Драгон Найта, и можно заканчивать, пожалуй, эту игру, очередной Тим Вайп от команды Вичи Гейминг и падает Рон. ДХМ просто пришел и сделал три раза пил, пил, не знаю, что делать с Кабайди и Хом, но вот так с Вичи Гейминг потеншнел играть нельзя, дали им вначале какой-то спейс, дали возможность нафармить минимальные артефакты, не загнобили Тинкера, и что мы видим, мы видим 22 тысячи нетворца от Тинкера, видим 25 тысяч от Вивера и 17 тысяч у Драгон Найта, и у Джаггернаута 12, то есть совместными усилиями Вивер с Тинкером перефармили всю вражескую команду вместе взятых, вдвоем, а там еще и у Варлока с Рубиком Никсон там куча денег. Потрясающий драфт от Вичи в первую очередь, хорошо они лейн-стадию провели, и оба кора занимали топовую позицию по нетворцам, выформили все, что только можно, показали, пожалуй, что максимум возможного, и, соответственно, победили в общий счет 30 на 11, 37 минут карта, такое ощущение, как будто Вичи в первой мапе прощупали противника, так с ним немножечко размялись и потом, знаешь, прикончили вот так вот хладнокровно на последующих двух. Да, хорошая игра, все получилось, задумки удались, ну и нас ждет впереди еще одно best of 3 противостояние сегодняшнего дня, напоминаю вам, дорогие наши зрители, что для вас будем комментировать матч команд Team Shark против ребят из SJ, и будет этот матч буквально не знаю даже через сколько точно минут, но по логике должен был начаться еще в районе двух часов дня, так что ждем. Рок против Вичи Гейминг, нет, Рок против Вичи Гейминг, обманывая вас, да, будут у нас играть ребята из Team Shark и Team SJ, не пытаюсь я разобраться, что же за сокращение SJ, но не могу найти, сейчас разберусь конкретно, что это, где это, как-то с чем-то есть, и расскажу вам перед следующим матчем, ну, новые какие-то команды, у нас китайский дивизион после интернешнала пополнился молоднячком, и, собственно, два представителя этих молодых команд играть будут. Мы же с Дарьей с вами не прощаемся, уходим на небольшую музыкальную и услышимся после нее, не уходите далеко, не переключайтесь, следите за всей информацией в ВКонтакте DotaSltv. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok